Здравствуйте, дорогие друзья и зрители и подписчики моего канала! Сегодня я начинаю несанкционированный митинг в этой комнате, где записывается данное видео. Хватит, друзья, хватит терпеть эту наглую жидовско-террористическую власть в Кремле! Я призываю всех, всех, всех граждан Российской Федерации поддержать в 2018 году кандидатов в президенты Алексея Анатольевича Навального! Потому что он нахуйный! Я прочитал в его глазах, что он сможет возглавить Россию и провести ее к процветанию. Все, что от вас, нужно лишь подписаться на его сайт, на его канал. Ну и, конечно же, 18 марта 2018 года прийти на свой избирательный участок и в графе Навальный поставить галочку. Мой отец, Кривошеев Михаил Владимирович, в 1991 году лично пропил Советский Союз! Не дадим Путину пропить Россию! Поддержите Навального! И хоть я считаю его в первую очередь талантливым расследователем в антикоррупционных делах, а не политиком, Тем не менее, я за открытую, публичную и конкурентоспособную предвыборную кампанию всех кандидатов. А чтобы пусть даже Навальный не победит, но чтобы Путин избрался в честной и конкурентной борьбе, Конечно же, Алексея Навального должны допустить до выборов в президенты. Может, вполне быть, что он не будет избран, но это будет хорошо в целях поднятия конкуренции и свободы слова у нас в стране. Поддержите Навального! Дальше так жить нельзя! Постоянно повышаются цены на лекарства! Пенсионерам не на что жить! Выберите Алексея Анатольевича Навального! Он знает, что творится в Новосибирске и в других регионах России благодаря его штабам! Ступайте в штаб! Агитируйте за него! Сделаем вместе Россию сильной и процветающей экономикой мира! Не побоюсь этого слова! Номер один! Конечно! Тут еще историческая перспектива! Сто лет назад наш народ сказал «Хватит!» Дал бы эту власть, которая сдогнала крестьянов не просто в какую-то абстрактную нищету, а на грань вымирания! И они вас стоят! И они поднимись! И в себе, грицаря, ни в коем случае вас делать этого я не призываю! Но призываю вас поддержать Алексея Навального! Помните, только ему способно потягаться с Владимиром Владимировичем Путиным! Никто больше не сможет! Команда «Старая старушка»! Явлинский, ну тут еще подголерный хрен! Зюганов и Миронов, это смешно! Жириновский, и, понятное дело, это может быть даже очень хорошо, ну, в плане попоржать! Но это очень плохо с точки зрения позиционирования себя как сильного и мощного государства! Не в том случае, что мы сейчас вам, пиндосов, ракетами напихаем басами и не хочу! А в том смысле, что всех коррупционеров к стенке или в тюрьму... Ну, я не сторонник кровавых методов! Просто отстранение их от власти! И это уже миллиардные потери бюджета способны сократить только одно это! Только один его фунт по борьбе с коррупцией! После расследований про Айку и Медведева, они просто обязаны подать в отставку! Но они этого не делают! У нас при власти не просто абстрактный президент-бывший чекист, а у нас целая преступная шайка-лейка! Имя такой шайки! Как корпоратив «Озеро», который был назван тогда еще в 80-х годах! И по совместительству все, кто в него входил, сейчас являются главами самых успешных корпораций в России! И они стоят на высоких постах! Это называется клановость! Я тоже против нее! Я считаю, что лишь только достойные люди, и в первую очередь компетентные, должны возглавлять свое ведомство, министерство, а может быть целую страну! Владимир Владимирович! Да, я знаю, что вы не смотрите, но возможно кто-нибудь из вашего окружения посмотрит данное видео, может быть нет, но, короче говоря, если все-таки кто-нибудь из окружения, из кремлевского окружения посмотрит мое видео, то я хочу сказать, что Владимир Владимирович, вам уже пора на пенсию! Причем на такую пенсию, на которой живут каждый стремнестатистический пенсионер, а не депутат Госдумы, на 10 тысяч рублей в месяц! ПОПРОБУЙТЕ КА ПОЖИТЬ! А потом скажете, хорошая ли у нас пенсионная реформа, или плохая, в которой ничего, ни хрена, не абсолютно непонятно! Вернее, понятно только одно, что пенсионерам высокая пенсия не обеспечена! Она лишь обеспечена для тех пенсионеров, кто был в свое время при власти, либо работал на власть, например, был депутатом Государственной Думы, вот, а взять нашу Самарскую область, губернатор Самарской области от партии власти, Николай Иванович Меркуршкин, лично взял и все пенсии, и зарплаты сократил, друзья, ну, я, ну, зарплату не сокращал, друзья, так не делается! Да, понятно, экономическая ситуация у нас сложна! Что предлагает Навальный? Он предлагает ввести подоходный налог! Все просто! Когда у вас зарплата 100 тысяч рублей, то, соответственно, вы платите налоги больше! Если у вас меньше 100 тысяч рублей, то вы платите налогов меньше! Вот такая, на первый взгляд, немудрая и нехитрая система позволит нам процветать! И мы утернем нос Украине, США и прочей бедрасни ебасни, которая только на планете есть! Теперь я с вами поговорю насчет того, какие же санкции против США Навальный ведет, когда станет президентом! Это не путинский, там высадь 18, или сколько там, ну пусть 350, но все равно дипломаты! О, нет! Гораздо мощнее и больнее Украина! Он просто скажет, за океанским партнером хватит! Хватит хранить государственные деньги, наши государственные деньги в банках США! Пришло время их перевести на родину, не просто на родину, а чтобы их вложить в дело с производства, чтобы, например, наш знаменитый лимонад Байкал ценился во всем этом мире покруче, чем любая пепси-кола! И это так будет, если вы выберете Алексея Анатольевича Навального! Он нахаленный! Путин! Мутин! Путина! Давай! Навальный приди! Путин уходи! Навальный приди! Путин! Уходи! На пенсию тебе пора! Тебе пора на пенсию! А Навального в Кремль! Такое ведь было в Советском Союзе, когда слабые, дряхлые старики, это ни в коем случае к нашему президенту не относится, но он таким станет обязательно, если пойдет на четвертый срок, не смогли управлять грамотно и открыто Советским Союзом. И в итоге, что? Экономический коллапс настиг великое государство, которое строило атомные электростанции по всему миру. Мы делали, ну, мои предки делали великие оборонные вещи, например, автомат Калашникова или система дальнего радиообнаружения, но в магазинах просто не хватало продуктов на всех. Это был тот еще подвод. Когда в 90-х пришли так называемые либералы, коим я себя отчисляю, они, конечно же взвинтили цены, вернее, они их отпустили. Что тоже было плохо. Что нам предлагает Навальный? Он предлагает такую систему, как 25% от торговых сетей. Чтобы 25% этих самых торговых сетей были заполнены российскими товарами и продуктами, а не американскими. Ну, это еще и раньше предлагали коммунисты, но так делая, в итоге до реализации не дошло. Что нам говорит наша власть? Вот мы плохо жили в 90-х. Да, это было действительно так. Но если Путин пойдет на 4-й срок, эти 90-е к нам вернутся, а сначала будет 91-й год, когда недовольные граждане выйдут на улицу. Мальцев, ведущие обладательник, уже назначил свою революцию на 4-е ноября. Друзья, ни в коем случае, повторюсь, сейчас не призываю никакой революции. Хватит, проходите, ничего хорошего из этого не выйдет. Просто поддержите Навального. Он знает то, что говорит. Он великий антикоррупционный дъюртен. ПИТ!